всем привет мы с вами сделали уже шутер от первого лица с использованием raycast у нас есть уже весь функционал мы ходим есть персонаж есть пистолет есть выстрел лазер поражаемые цели и даже мы можем выстрелить его них несколько раз для того чтобы уничтожить в общем это все похоже на игру но пока еще такую незаконченную по той простой причине что здесь нет интерфейсных вещей но как минимум необходимо производить подсчет очков и сейчас в этой части уже девятый по счету мы добавим необходимые элементы интерфейса и научимся подсчитывать очки для начала давайте подумаем как мы будем это делать и где собственно должен происходить подсчет очков у нас есть в нашем распоряжении два функциональных объекта на которых есть скрипты это скрипт raycast shooter с помощью которого собственно мы реализуем сам выстрел отрисовываем лазер воздействуем силой на наши цели и есть скрипты на целях что это был бокс в которых мы отнимаем жизни можем даже задать какое-то максимальное количество этих самых жизнепоражаемых целей и собственно здесь наверное логично и вести подсчет очков давайте перейдем к скрипту shootable box и посмотрим как мы это сделаем мы помним что у нас здесь всего лишь отнимается количество жизни точно так же как мы здесь отнимаем количество жизни мы можем прибавлять количество очков для того чтобы вести подсчет очков нам необходимо создать публичную переменную будем ее делать целой и назовем ее скоро и когда у нас происходит выстрел мы поражаем цель функционально мы думаем где мы будем наращивать количество очков в какой части скрипта там где мы хотя бы раз выстрелили и отняли хотя бы одну жизнь или там где мы уже можем считать что цель поражена полностью то есть объект уничтожен но давайте будем считать что там где объект уничтожен значит здесь мы должны записать скорбь плюс плюс допустим но если мы наращиваем количество очков на единицу если мы хотим наращивать количество очков на какое-то другое число то мы напишем немного иначе но давайте посмотрим пока сейчас так что еще необходимо сделать мы пока только лишь переменную количество очков сохраняем но игроку надо как-то об этом сообщать понятно что это нужно делать через элементы интерфейса но мы сначала проверим как у нас хорошо работает скрипт и для того чтобы это сделать мы используем отладочный вывод деба клок и будем выводить в консоль подсчитанные очки консоли это вот это вот окно консоль здесь у нас будут сообщения с выводом подсчитанных очков при поражении целей но давайте проверим но прежде чем это сделать я окно game вынесу обратно чтобы у меня было и окно game и окно консоль видны и теперь нажимаем play вот у меня пока очки не считаются в окне консоль ничего нет вот один добавился давайте следующую цель и снова один в чем дело дело в том что фактически у нас на каждой из целей отдельный экземпляр нашего класса и по сути получается что подсчет очков для каждой цели ведется отдельно для того чтобы все цели считались в одной и той же переменной нам необходимо добавить еще такое ключевое слово static сохраняем то есть наша переменная будет статичной и одной для всех других объектов так 1 2 вот теперь все верно у нас считается отлично алгоритм работает теперь нам осталось вывести на экран в окно game нашему игроку этот самый счет для этого нам необходимо немного поработать со сцены добавить интерфейсные элементы давайте добавим юай текст перейдем в режим 2d чтобы мы видели где что у нас размещается вот наш канвас и на камусе например я хочу чтобы текстовый объект выводился вот здесь вот сверху чтобы счет подсчитывался тогда я просто возьму и перенесу прикреплю этот объект текст к левому верхнему углу зажимаю alt и мой объект перепрыгнул сюда я могу теперь немножко сдвинуть этот текст чтобы не приклеивался к левому верхнему углу здесь напишу скоро подберу размер шрифта потому что если посмотреть в окно game как-то мелковато поэтому можно выбрать шрифт немножко побольше но если вдруг не вмещается текст к примеру вот вы будете делать свои проекты вот я уже сделала 34 не вмещается мой размер этого блока просто увеличиваю можно подобрать цвет например вместо черного сделать красный смотрим в окне game но вполне нормально еще я бы поставила здесь твои . и теперь это всего лишь текст сообщение о том что здесь будет счет принципе мы можем сделать здесь иконку какую-то можем вообще такое ничего не писать но это уже элементы дизайна и теперь мы вот этот вот текст продублируем и сместим немножко вправо почему мы продублировали просто для того чтобы все те настройки текста которые мы уже сделали размер шрифта цвет местоположение были такими же и у следующего объекта здесь мы собственно будем выводить сам счет и для начала допустим здесь будет 0 вот мы подготовили этого пока недостаточно потому что если мы игру запустим я не буду сейчас это делать кто хочет можете поставить видео на паузу и проверить у нас всегда будет здесь висеть скор 0 то есть этот но меняться не будет постольку поскольку мы его не выводим еще сюда мы выводим только в окно консоль давайте выведем его на экран для этого нам необходимо заняться написанием скрипта и тоже подумать а в каком из скриптов мы это будем делать какому объекту это имеет большее отношение но по идее это больше имеет отношение к нашему персонажу там где мы реализуем стрельбу но сейчас мы не будем говорить о том какого там структура классов проекта но сюда мы вполне можем добавить необходимые элементы функционала и так я перехожу к этому скрипту и сейчас мне необходимо добавить объявить публичные переменную типа текст но вот у меня уже подсказчик показывает и есть предупреждение что такой класс в текущем контексте не существует и мы можем используя средства visual studio видеть что у нас есть подсказки с помощью которых мы можем исправить эту нет неточность и я знаю что для того чтобы работать с элементами интерфейса нам необходимо инструкция using unity engine юай то есть нам нужно добавить пространство имен вот я добавила его unity engine юай можно это было написать руками но вот так вот быстрее и проще и объявим нашу переменную тексты скор ту самую через которую мы будем связываться с числовым значением и выводить на экран если мы вернемся в редактор то мы увидим что здесь у нас появится новое поле тексты скор и нам нужно сообщить скрипту в какой текстовый объект нам нужно будет выводить результат поэтому мы берем точно так же как мы затаскивали сюда конец пистолета объект пустой объект если кто-то не помнит посмотрите одну из предыдущих первых частей начальных точно так же мы сейчас перетащим объект текст вот так либо можно было нажать на кружочек с точкой если перетаскивать не получается и вот по имени мы специально написали идентификатор чтобы отличать эти объекты можно здесь вот эти вот вещи выбирать так мы связали скрипт с интерфейсом сохраняем этого тоже пока недостаточно потому что собственно вывод результата надо осуществить и мы это будем делать там где собственно мы стреляем там где мы поражаем цель вот мы вызываем метод damage и в методе методе damage как раз таки мы подсчитываем очки поэтому мы можем опираться на этот метод так как мы сделали поле скор публичным мы можем тоже к этой переменной к ее значению добраться из другого скрипта так как у нас это переменная статичная то мы должны обращаться прямо через имя класса имя класса у нас что-то был бокс поэтому мы так и напишем что-то был бокс . скоро это будет означать что мы получаем значение но это значение мы получили а нам надо его вывести чтобы его вывести нам слева необходимо написать имя нашей переменной txt score точка текст и равно все еще пока нам говорят о том что не удается преобразовать тип почему потому что у нас слева тип стрим видим подсказка а справа тип int почему так потому что когда мы записали txt score точка текст мы обратились вот к этому значению текст которая является строковым и вот это целое число нам необходимо перевести строку для этого мы пишем . и ту стрим вот мне уже подсказывает то есть мы переводим целое число в строку сохраняем переходим в наш редактор и можем протестировать вот выводится уже счет в окно игры отлично ну и давайте сейчас немножко развлечемся как я говорила в самом начале давайте сделаем немножко иначе давайте подсчитаем счет при каждом выстреле допустим будем наращивать на единицу а когда мы поразили цель мы нарастим счет к примеру там на 10 то есть больше очков добавим давайте посмотрим как будет выглядеть сейчас то есть я в зависимости от того где какое произошло у меня события изменяю количество очков соответствующим образом вот у нас 1 2 и сразу 13 потому что нарастилась дважды да то есть добавилось на выстрел и добавилось 10 вот так наверное интереснее конечно нужно думать какие числа здесь подставлять можно ввести разный подсчет очков какие-то там бонусы но это уже относится гейм-дизайну каким-то сценариям игры и мы этот вопрос сейчас конечно не рассматриваем для того чтобы ваша игра стала более интересная очевидно что вы можете сделать уже более сложную локацию добавить какие-то препятствия новые цели и допустим что касается целей мы тоже можем немножко варьировать их настройками к примеру вот я хочу продублировать цель я могу просто ее дублировать правая кнопка дубликает или control d и допустим я ее сейчас размещу где-то в другом месте что я хочу показать например мы можем сделать эту цель немножко другого размера мы можем заменить ей материал но сейчас я этого делать не буду но еще мы можем изменить допустим каин хэлс к примеру в этот большой блок нам нужно выстрелить не три раза а пять раз ну давайте проверим вот мы три раза выстрелили она еще у нас не поражена 4 и на пятый раз мы поразили цель вот так вы можете разнообразить свою сцену вы можете конечно добавлять не только кубики можно вместо кубиков делать какие-то другие геометрические объекты и наверное в следующей части мы чуть-чуть этому вопросу тоже уделим внимание как можно изменить внешний вид элементов игры я желаю всем успехов поздравляю вас практически есть игра можно сделать какие-то еще дополнительные сообщения текстовые и какие-то добавить иконки изображения в качестве элементов интерфейса и все можно играть кому интересно сделать что-то еще встречаемся в следующей части урока